Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И потом Господь пришел во Христе, воплотился и полностью раскрыл всю истину полноты Почему Он принял крещение? Чтобы показать, что в крещении прощаются грехи человек Чтобы наследовать вечную жизнь Вот что смысл людей, которые приходят сюда Ведь Христос крестился не на льду в Иордане, это нет никакого льда Была вода теплая, он хорошо А почему люди под лед лезут-то? Что их толкает под лед-то идти? Тут же не тепло совсем Ну это от нас зависит Может им просто не хватает чего-то Крещение с погружением Они думают, что вот мы, простите, нам плеки простятся Священники-то их не крестят полное погружение в воду Они думают, ну хоть тут окунемся А вось-то прокатит-то Хоть как-то-то, без священника На халяву нет Без священника ничего не будет А все равно лезут-то под воду Остается только молиться, чтобы священники крестили людей, как положено Под воду, с макушкой опускали Три раза Во имя Отца, аминь И Сына, аминь И Святого Духа, аминь Меня в 2015 году крестили, вот, до 10 июля То есть мое крещение было сознательно Вы крещеный человек? Нет По-моему, не крещеный А какой обычный мужчина взяли брить бороду на лице? А с чего это произошло? Я даже не могу объяснить Ну, чисто психологически, почему, как вы думаете Вот мужчина старается брить лицо Другой не брит, а другой... Как это внутренне? С чем связано? Ну, в общем-то, я считаю, что... Вот есть такое мнение Бритье это блудодейная ереста Это связано с блудом, с женщинами То есть мужчина понимает, что женщине больше понравится Он броится Они как бы более восприимчивы к ним У него не колется лицо, у него Видно только подкаблучник И всегда легче его манипулировать Такого мужчину обуздает бритого Чем бородатого такого Бородатый такой, грозный Может быть, строгий к ней А бритый, видно, такой толерантный Еще говорят, что греки начали брить лица свои Чтобы понравиться своим любовникам, мальчикам Казаться молодее Мужчина поброется Тут и помолодел, говорят, на 20 лет сразу А зачем? А в христианство принято, что борода Это возраст, это мудрость, седина Это вот в чем приходит А все переберется снова на голову Да нет, в общем-то, мудрости от бороды-то И не приходит, и приходит И здесь Обычно к старцам идут за советом А не к юношам Да, трудно представить, что человек ищет Какого-то ответа на вопрос И пойдет к какого-то бритому Колдуну, например Охот найти какого-то старца Такого, седовласого, седобородого У него больше доверия вызывает Хотя бы внешний или благообразие А колдунам идти это только уж совсем Это колдуны бородатые бывают Это безвыходное положение уже А потом человек, если Втягивается И втягивается И как бы его Втягивают И он Обращается к колдунам Он так просто не может Благодарю вас за ответы на вопросы Всего доброго Пришли сегодня Я по-русски Да хорошо говорить по-русски Я понимаю тебя совсем Не будет Не хочет говорить Добрый день, можно вам пару вопросов задать? Буквально пару вопросов О том, зачем вы сегодня приходили сюда И с какой целью вы сегодня погружались под воду Извините, торопимся Вы сегодня были там на льду? Нет, не заходил Я суть вверху посмотрел Я тоже смотрю Там так интересно Все девки в купальниках Все стоят смотрят Такое интересно просто На рубахах купались И в рубахах даже Ну посмотреть можно Когда другой будет На женщин На женщин Ну зачем На женщин можно Все стоят смотрят Ну Сормота настоящая Благословляют Ну что ж поделать Ну почему Это хорошо Хорошо Да, азарт Да, азарт Добрый день, женщина Вы сегодня праздник знаете какой? Да Можете на пару вопросов нам ответить? Буквально парочку Хорошо, просения нет верно Хорошо Здравствуйте Здравствуйте Мужчина, здравствуйте Вы идете сегодня в воду погружаться? Нет А почему вы не погружаетесь в воду? Боюсь Только потому что боитесь А люди вот рискуют жизнью Верят, что это поможет им как-то Почему они так думают? Я же не говорю, что так нельзя Я говорю, что я не хочу Это может вера в какое-то сверхъестественное что-то? Почему? Человек же что-то должен верить Я уже сегодня раза три слышал, что вот грехи прощаются Вот окунешься под воду Я верю Вы тоже думаете так? А почему на мне? Ну так не стоит вам рискнуть так И тоже погрузиться, чтобы грехи простились Сердечко у меня плоховато Я опасаюсь А что значит грех? Что такое грех? Что-то ты сделал плохое для человека Перед человеком То есть сделал плохое человек Конечно И ты окунувшись в воду Получается Твой плохой поступок где-то стирается как будто Прощается человек Ну и как говорят Грехи смывать надо А если прийти и извиниться перед человеком Грех тебе не проститься в таком случае? Почему? Конечно тоже Я тоже так думаю Ну дети почему-то выбирают именно в воду пойти и окунуться Это Уехал в молочевку, наверное, философский вопрос Вообще философский Ну мы просто, мы как христиане Мы знаем ответы на очень многие вопросы Фундаментальные вопросы О жизни, о смерти Я, конечно, не фундаментально знаю Но кое-что все равно знаю Почему человек умирает? Почему стареет, он вешает и умирает? А чего это происходит? А вы, наверное, кто-то так решили Ну, кто-то, наверное, согрешил Адам Севы, наверное, на вою Нет, я говорю, там кто-то решил Как у меня тетка говорила Я говорю, не знаю, кто там вешет Бог там или еще Но кто-то там вешет Он не просто решил, предупредил Говорит, если дерево От этого дерева вкусите плод То вы умрете в тот же день Они вкусили плод И тут же в тот день Мы стали всесмертными Все люди Я вот и была Что-то развязывался Когда я бумаги Молодые Нас вот сидит Что-то плохо нет Пионеры По-другому все стало Ну, а лично вам какое-то ощущение Подсказал, что все-таки есть Творец какой-то Единый Творец всего Знаете, честное слово Когда прижмет здорово Начинаешь верить Да, так Писание сказано Притом искренне Господь из нас так веру выжимает Из каждого Как можно Кого-то страхом берет Я серьезно делаю Как прижмет, так я А больше некуда делать Больше некуда А вот последняя инстанция Вот это Иисус Христос Который умер за наши грехи Вот мы можем вам предложить Выход из ситуации Спасибо Какой-то интересный Добрый день Можете на пару вопросов ответить Для православных христиан Вот он мальчик Он уже с женщинами Еще никогда не говорил Добрый день Можете на пару вопросов ответить Спасибо Идем вот стоять Приходим Просто как православные люди Создаем людям вопросы Зачем люди приходят В этот день на лед И в воду погружаются С какой целью? Очиститься Душевно Можно и дома очиститься Неплохо Тем более Горячая вода Это лучше ощущается И с мылом совсем Почему именно под лед идут? Вот я тоже вот так шла и думала Вообще Непонятно, да? Почему вера такая? Что зимой под лед? Ну вера-то крепкая Не каждый согласится Ради веры-то под лед погрузиться Конечно, мы же не идем Везде вся Россия Везде все-все прям Круговую Вот иду и задумываюсь Надо же Вся Россия под воду идет прямо А что означает Что тут священники Собираются кругом И молятся усердно над водой С какой целью это делается? Освещают, наверное, воздух Освещают воду А почему именно зимой освещают? Вообще, что летом бы Освятили бы летом И летом бы И все тепленько все окунулись бы Потому что как Нет Потому что сегодня именно Дата такая, да? Да, дата еще идет Как раз Включение Что-то я замаживаю Через 19 января 19 января, да Да плохо знаем Плохо Ну а первоисточник Знаете, откуда Прошло такое обычай Что люди под воду Отоберутся, окунаются? Из Иерусалима, по-моему Там рядом На Иордане было Это случилось И что с тобой Знаменовало это событие Что Христос пошел И янкореститель его погрузил Под воду Зачем он это сделал Христос? Читать надо Читать надо Вот мы предлагаем Почитать Вот как раз Почитать Тут в четырех вариантов Все описано Все события вот эти Что Христос пришел Показать себе народу Что он есть истинно Сын Божий Потому что когда он принял крещение На него опустился голов Дух Святой в виде голубя А это я слышала По телевизору Да Еще в крещении идет Прощение грехов Когда священник Погружает человека Написано Покайтесь и докрестится Каждый из вас Во имя Иисуса Христа Для прощения грехов Написано То есть каждый человек Чтобы крестились грехи А зачем грехи прощаются? Чтобы снова новые Чтобы больше не грешить А нет, новые будут Что такое грех? Ну, грех это Понятие, конечно, достижимо Из преднасловия сюда входит Ну, видите, для мусульман Например, не грех Взорвать там с тобой Автобус людей А для нас это, наверное, грех, да? Да А где критерий какой? А я всегда говорю Где не грех? Грех воровать Грех обманывать Грех убивать Вот самое вот это большое Это уже ближе к нашему понятию То есть это Ветхий Завет Десять западе Не прелюбодействуй Тоже же грех Тоже же грех, да? Не пожелай ничего Ближнего жены Твоего соседа Не осланивала Вы считаете так? Без грехов Без грехов То есть человек Окунулся И без грехов вынырнул Да? Тоже так считаете? А вы не хотите От грехов Никак очиститься? Ну, чтобы вам грехи ваши Простились Что нужно сделать? Ну, в церковь будем ходить Ну, вот так в Евангелии Не сказано Вот, написано Покаяться нужно для начала А в чем покаяться надо? Не будешь добро делать Вот Ну, добро, видите Добро делают многие люди Как буддисты взять И проще даже мусульмане Очень много доброго делают Ну, молиться Но спасается человек Не добрыми делами А спасается он верою В Иисуса Христа В его жертву Что Христос взял на себя Грехи всех людей А мы просто С своими добрыми делами Подтверждаем то Что мы верим во Христа И мы сегодня То есть ходим Люди спрашиваем Предлагаем узнать Всю полноту истины Как спасти свою душу Бессмертную для вечности Именно Покаянием То есть рождением свыше Написано Кто не родится свыше Не может войти в Царство Небесное А родиться свыше Это родиться как бы Заново То есть рожденный от плоти Есть плоть А рожденный от духа Есть дух Нужно родиться от Бога Не от матери Сначала от матери рождается А потом рождается уже от Бога В другой раз То есть верят в Бога Что будет страшный суд Что будет вечное суждение Для всех грешников Будет вечная погибель Это и тьма кромешная И вскрыжет зубов Все кто не покаяться Все будут в вас На веки вечно А со Христом будут все верны Я не знаю Я не знаю всем нуждающимся. Благи вам Господи. Идем у кого-то другого еще узнаем, что интересного. Помоги Христос. Мы зададим самые такие вопросы элементарные. Иисус Христос по национальности кто был? Еврей скорее всего. Еврей был по национальности. Хорошо. В этот праздник, что люди, так сказать, отмечают? Какое событие? Крещение Господне. Крещение с Христа получается. С какой целью Иисус Христос приходил креститься на Иордан? Я не помню, честно. Я не могу ответить. Хорошо. Вы говорите, что вы крещеный, как православный человек? Крестили причем на Украине и в России. Хорошо. Тогда союз был, как бы это все едино было. Крещение само по себе является... Для чего человек крестится? Что происходит с человеком крещением? Крещение. Ну, он веру принимает. Ну, типа такого, я считаю, мусульмане обрезают, а тут крестят человека. То есть с окунанием, я не знаю, с помазанием, со всем вот этим. Хорошо. Что такое грех? Грех. Ну, смотря с какой точки зрения смотреть. Люди, жить нужно или как. Апостолы. Грех, я не знаю, убить грех, украсть грех. Вот так, если учат. В Писании сказано, что грех в меня не верить. Иисус говорит, не верить в меня, это грех. То есть всякий грех простителен. Потому что человек не верит, что он будет за Христа. Да, то есть убийство тоже можно простить? Господь может вам простить убийство, если вы покаетесь. Да, это Господь может простить. А когда Господь простит? Тоже, вот я ехал с человеком, который... Омский, по-моему, он священнослужитель. Вот просто такой разговор. Есть рай или ад на земле? Вот вы как думаете? На земле нету. Нет, вообще вот существует рай и ад. Об этом говорит Священное Писание. Вот. Он мне сказал такую вещь, что... То есть все люди, когда умирают, они сразу не попадают никуда. Они где-то там, на небесах. И когда умрет последний человек, будет суд Господа. И Он определит, кому, куда, в храйне или нет. Так, всем надлежит умирить, а потом в суд. Ну да, вот он говорит, что последний человек умрет, будет суд. Не последний умрет. Господь, когда придет, написано, с ангелами святыми на ними явится, пошлет ангелов своих, они соберут всех людей со всех концов земли на суд. Представь, то есть воскресит всех на суд. Всех, когда-либо живших на земле, Он воскресит на суд. И каждый будет уже судим по тому, как бы, кто Христа не слышал благовестия о Христе, тот будет судим, написан по закону совести своей. А тот о Христе не принял Христа как Спасителя своего, тот будет осужден на вечную погибель. То есть, тачки таскать. Это не знаю, вода будет другая. Хорошо. Вы сейчас воду набираете себе, да, будете бутылками? Ну да. Человек не ездил просто и решил дома процедуру совершить. Какие особые свойства этой воды, отличающиеся от какой-либо другой воды? Ну вообще, как бы, еще вот такой момент. Есть два типа воды, живая и мертвая, правильно? Вот сейчас она живая, а в Ивана Купала она мертвая, правильно? Или наоборот, сейчас мертвая тогда живая. Понятно. А за счет чего она становится живой? Я не знаю. Хорошо. Я знаю, что вот такое существует, что говорят, что надо на Ивана Купала с первыми лучами солнца окунуться. И вроде как вот эта какая-то будет или живая, а вот мертвая вода. И в крещение надо окунуться. Какая польза от живой воды, какой вред от мертвой воды? Или какая польза от мертвой воды? Не знаю. Не знаю, я знаю, что я приобретаю здоровье каждый год. Процедура для меня уже. Ничего такого, как процедура в процедуру. Но я не болею, честно скажу. Кто, какой царь принял православие на Русь принес? Чарь православие на Русь. Не скажу. Наверное. Не скажу. Не буду придумывать. Вы возьмете у нас Евангелие? Сейчас мы вам подарим. Мы воскресняем Евангелие Святой. Тут вы получите многие ответы на ваши вопросы. Есть вопросы. Это просто ответы. Что такое крещение? Крещение это не просто что-то, это идет прощение грехов человеческих. Ну да, мы то есть накапливаем грехи за год и смываем их. За год. Хорошо. Почему люди умирают? Ну, время отъел. Почему они не живут как бы вечно? Ну, вот я же беру время отъел. Кому-то 30, кому-то 40, а кому-то и до 100. Понятно. Ну, не будем вас отвлекать. Бог Бог. Спасибо. Такие люди православные, знают они все крещеные. Ну, к сожалению, нуждается в хорошей катехизации, так сказать. Поэтому приглашаем на наши занятия всех людей, на ресурсы Игнатия Тихоновича, где они могут расширить свои знания. Спасибо, Господи. Спасибо. Здравствуйте. Мы как православные христиане задаем вопросы, вы православные люди себя считаете? Ну, не знаю. Ну, сказать еще недоправославные. Недоправославные. Хорошо. Вы зачем сегодня пришли сюда вот? Я пришла, потому что у меня сегодня день рождения. День рождения. И я хочу окунуться в кучу, да, в прорубь. Хорошо. Какой смысл того, что люди окунаются под воду холодную или рунную? У вас держись. Умывайте себя грехи. То есть вы признаетесь, что у вас есть грехи? Конечно. Все люди грешные. Как нужно часто окунаться, чтобы в конце концов как-то вообще без грехов-то оказаться? Не может. Раз в месяц хотя бы, наверное. Человек не может оказаться полностью без грехов. Хорошо. Как грехи препятствуют человеку жить? Совесть просыпается. Ну, мы училить совесть. Хорошо. А в том, что придется держать ответ за эти все грехи и соперить кем-то? Да нет. Просто совесть не училить. Совесть это? Хорошо. Это первичнее Евангелие. Хорошо. Иисус Христос по национальности кем был? Ну, не русским точно. Ну, кто? Ветер. 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 Нет, евреев убили? Да. Иуда. Я не сам. А Иуда кто был просто национальным? Ну, а Иуда и был как раз евреи. Ну, евреи, то есть, плохие евреи распяли хреста русского нашего, такого парня. Вообще так учат, у меня слыхает. Почему? Почему Иуда предал Христа? Ну, за деньги Его продавцы. Ну, деньги-то небольшие-то были. Он-то при Христе больше зарабатывал, а он же деньги при Христе содержал. Хорошо. Я не знаю, я не отсталкивался. Простите. Теперь более точный вопрос. Что является грехом для человека? Чистить грехов есть, смертных. Есть еще грехи, которые прощаются. Вообще, в принципе, в чистилище можно от многих грехов избавиться. В чистилище – это католическое учение. Да много грехов. Там чревоусловие, зависть, ложь. То есть, достаточно даже чревоугоднику прийти и окунуться в воду, и он избавится от этого греха, он перестанет чревоугодничать? Нет, конечно. Ну, получается, как-то не обывается грехи. Нужно прекратить заниматься греховными делами и при этом окунуться. То есть, ну, понимаешь, это не какое-то просто языческое действие. Ты там почитал какую-то молитву, и тебя отошло. Нужно, то есть, самому себя понуждать. В первую очередь, голове нужно, чтобы что-то помочь. Нужно иметь какую-то помощь от кого-то, чтобы это сделать. Самих сил не портить человеку, например, чтобы измениться. Ну, если человек сильный, то можно. Если он будет искренне верить в то, что он сам хочет измениться. Искренне верить. Мы верим, что нам помогает Господь своим Духом Святым. Он помогает нам бороться со своими грехами. А крещение с собой знаменует прощение грехов. Человек, то есть, должен покаяться и веровать во Христа. Покаяться, что человек погибший грешник. Никакими крещениями, мываниями Господь ему грех не преслит просто так. Потому что это свойство Бога. И нужно поверить, что ты осужденный на вечное проклятие после смерти. Когда еще приходит осознание того, что он навеки профит перед Богом, в нем просыпается чувство ужаса, так сказать, и раскаяния. Он ищет тебе заступника. Кто спасет его от вечной смерти? Отпасет Иисус Христос. Потому что он умер за грехи человека. За каждого. Он является вашим личным спасителем. Таким образом. Потому что он, будучи безгрешным, пострадал. На кресте был распят. Душу сошел в ад. Победил дьявола. Так как дьявол имел власть над людьми после смерти. Как дети причастны плоти и крови, так и Господь воспринял Он. И мы, дети Божие, воспринял плоти и крови. Воплотился в человека Господь. Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, а то есть дьявола. То есть победил дьявола на кресте. Воскрес на третий день вывел с собой всех праведников из ада. И все теперь верующие во Христа после смерти поднимаются ему на суд в рай. А кто во Христа не верует, остаются на вечную погибель. Тут об этом более подробно написано. Предлагаем, тут есть сайт и наши занятия по скапам проводим. По толкованию святых отцов православной веры. Чтобы у вас это событие не просто, не просто бандички по экстримаризм. У меня и так не просто, у меня день рождения, я вот все. У вас хватает такого мужества просто в эти воду окунуться, у вас хватит мужества и, сказать, пойти дальше. Показать греху нет. Свою жизнь написано, то есть отречься от себя, взять крест и идти за Христом. То есть отречься от себя, это отречься от своих привычек, своих наклонностей, своих каких-то установок. А полностью посвятить свою жизнь Богу, чтобы жить по Его заповеди. То есть выболить у Него Духа Святого. Спасибо. Бог вам помощь, люди добрые. Спасибо. И вам тоже всего хорошего.